13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня будет высказывать главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем, всем, всем добрый день и всем приятного аппетита. Я уже знаю, что ты это скажешь. Ну, это очень хорошая вещь. Сама согласитесь, что как поешь, так и будешь жить. Да, кстати, никто пока не жаловался, что мы с тобой портили аппетит людям. Я не слушаю. Своими эфирами. Так, вернемся к событиям прошлой недели. Кто-то уже готовился к праздникам, а кто-то в поте лица работал на своих основных местах. Я сейчас не имею садово-огородный период в виду. Говорю о том, что наши чиновники, начиная от самого главного чиновника, нашего губернатора, активно работали. О чем отчитывались СМИ? Возможно, кому-то из наших слушателей до сих пор кажется, что вещи, о которых говорят на различного рода заседаний, в правительстве и в областном законодательном собрании, скучны. На самом деле они очень интересны, потому что они влияют на нашу жизнь. Как минимум по этому поводу имеет смысл в них разбираться. Но на прошлой неделе, 30 апреля в четверг, Никита Юрьевич представлял доклад о результатах деятельности правительства за минувший год. Депутаты имели возможность задать, депутаты властного законодательного собрания имели возможность задать ему вопросы. Ряд вопросов был задан. Мы знаем, что у нас есть пул активных депутатов, которые всегда задают вопросы различной степени остроты. Вот, например, депутат ОЗС Валерий Турула спросил Никиту Юрьевича, как, на Ваш взгляд, необходимо поступить, чтобы уйти от технологий, не видеть проблему, а писать только отписки. Вот я себе так представила себя на месте Никиты Юрьевича, когда мне задают такой вопрос. И потом долго размышляла, какие формулировки здесь можно применить и что можно сказать. Никита Юрьевич сказал, что, я думаю, что есть проблема у межличностного недопонимания. Вот так вот ответил. И считал, что государственным структурам необходимо менять цели работы с населением. Но они такие, да, широкие формулировки. Как бы ты ответил на такой вопрос на месте губернатора? Я бы сначала дополнил, конечно, полностью ответ губернатора, потому что он сейчас сказал, что когда поступают запросы от Валерия Турула, у многих чиновников они воспринимаются как неконструктивная воинствующая позиция. Ты продлеваешь цитату. Да, я продлеваю цитату, потому что это очень важная часть. У Никиты Юрьевича было несколько вариантов ответа, естественно. То есть первый вариант ответа не переходя на личности и фамилии. То есть просто сообщить, что да, признать, что факт имеет место. А факт имеет место, потому что как бы мы не будем передавать приветы людям, которые коллекционируют отписки. Просто у меня вот есть фотография человека, который получил от власти уже 2 килограмма, 700 граммов. То есть он сфотографировался с безменом, своим уловом отписочным. То есть проблема действительно существует. Я читал эти 2 килограмма, это действительно отписки на ровном месте. То есть просто люди не хотят выполнить свои обязанности. И придумывают. А придумать можно у нас в законодательстве позволяем. Поэтому, скорее всего, тут самый правильный был бы нейтральный ответ. Потому что как только речь идет о том, что есть проблемы межличностного характера, это очень забавно, потому что их не должно быть в принципе по определению. То есть вообще чиновник, отвечая на письмо, мне кажется, в идеале должен даже не знать, от кого оно поступило. То есть есть проблема. Письмо посвящено некой проблеме, которая либо требует решения, либо требует каких-то там других мер, либо требует ответа, что это не проблема, либо это проблема не нашего уровня, но фамилии здесь не должны иметь никакого значения. Ни фамилия, ни тональность письма. Я просто вспомнил анекдот. Он хороший анекдот, непохавный. То есть когда, ну советского плана, мужик получает телеграмму. Сейчас уже не получаем мы телеграммы, да? Мы получаем телеграмму и читаем другому. Ну представляешь, человек говорит, мне сын написал, да? Если Морис Маличу пишет, папа, вышли денег. Нет, чтобы написал, папа, вышли денег. Я к нему вышла, а то они пишут, папа. Понимаешь, вот здесь то же самое. То есть от того, кто пишет, кто читает. Вот кому-то кажется, что письма Турула конфронтационные. Я читаю эти письма. Я понимаю, почему они кажутся конфронтационными. На самом деле этого в них нет. Просто он ставит прямо вопрос. Он ставит вопрос прямо и ставит не тот вопрос, который бы хотели услышать, да? То есть вот если бы Валерий Турула предложил, что вот у меня есть предложение, как снести все киоски в городе Кирове, и нам за это ничего не будет, то никто бы не счел это письмо его конфронтационным, как бы он при этом его не сформулировал. Но так как он ставит проблему болезненную для всех, она на самом деле для всех болезненная. И проблема эта очень туманная. Если в ней начать рыться, то очень много со всех сторон есть косячков, особенно со стороны власти, да? Начиная с изначального термина, что мы должны привести наш город в состояние цивилизованной торговли, хотя любой, кто выезжает за границу, прекрасно знает, как туристов там встречают в уличной торговле именно, и как она помогает муниципалитету существовать. А мы же говорим о том, что мы должны привлекать туристов в город. Нельзя привлечь туристов в среднюю туличную торговлю. Потому что это неотъемлемая часть вот этого туристического быта. Поэтому здесь вот этот переход на личности, он очень плохо. Это еще как бы в классической логике называлось аргументум от Хомином или Хамином, точно не могу сказать. То есть то, что запрещено в споре цивилизованных людей. Нельзя ссылаться на личности, переходить на личности. Никита Юрьевич перешел это же. И еще вот, понимаешь, Свет, самое это, что обидное во всем этом для меня, Никита Юрьевич выступил с докладом и читался о работе правительства за 2014 год. А обсуждается не доклад. Вот ты не первая, с кем я обсуждаю вопрос Пурула или там вопрос Гукасова. Обсуждаются именно вот эти вопросы, которые в принципе не имеют отношения к деятельности правительства в 2014 год. О чем это говорит? Вот я об этом же хотел, может быть, тебя спросить. Почему так? Почему Никита Юрьевич выступил с докладом, если бы, скажем, условно говоря, перевести на уровень Государственной Думы, выступил президент страны с отчетом о работе правительства. Это бы обсуждалось, это бы цитировалось, это бы анализировалось. Я не заметил, чтобы кто-то вообще анализировал то, что сказал Никита Юрьевич. Более того, даже самые такие вот любящие правительственные средства массовой информации, да, то есть, по-русски говоря, большинство наших средств массовой информации очень схематично изложил и то, что он сказал, очень коротко и постарались поскорее перейти вот к этим самым вопросам. Они заняли большую часть времени. Вот это меня больше даже напрягает, чем вот то, что ответил сам Никита Юрьевич на этот вопрос. Ну, так все-таки ты подумал, ты пообсуждал, поразмышлял, почему произошло так, что депутаты, выслушав доклад губернатора, не стали в него внедряться, не стали по докладу задавать вопросы и обсуждать? Так дело в том, я полагаю, так, что и спрашивать-то было не о чем, потому что, вероятнее всего, мы дошли уже до такого уровня, когда такого рода доклады, они просто становятся некой дежурной обязанностью. Должен мы выступать. И все понимают, что человек должен прийти и что-то сказать. Да, что-то хорошее причем сказать. Не обязательно, чтобы там при этом была точность, потому что вот я посмотрел немножко, да, вот Никита Юрьевич говорил, что у нас там стала лучшая демография. Я как раз, вот я же все время занимаюсь статистикой, хочу просто заметить, что, например, мы тем временем вышли на первое место в ПФО по уровню смертности, да, включен очень сильно вышли вперед и по уровню смертности от внешних причин и на первое место в ПФО по уровню смерти от отравления алкоголем снова вышли. – По уровню рождаемости? – Вот, по уровню рождаемости и на первых местах мы пока не светимся. Тем не менее эта смертность стала расти у нас, плюс пошел, плюс пошел. То есть это самое всегда было негативное, что есть в нашей демографии. По рождаемости мы всегда были в серединке, по смертности всегда всех опережали. И вот мы снова стали всех опережать по смертности. Причем от смертности от Ангонка заболевания мы снова выходим в лидирующие позиции. Это не может не тревожить. И в то же время говорят, что у нас что-то стало хорошо в демографии. Ну что стало хорошего-то, да. И никто об этом не спрашивает. Или там же вот он говорит, что у нас успехи в жилищном строительстве. Но нет такой отрасли, жилищное строительство. То есть отрасль строительное. Строительство. Там куча разновидностей, да, жилищное, промышленное, гражданское, там, господи, их очень много всевозможного. — Но это всего лишь определение. — Как тебе сказать? Это лукавство. — Потому что жилищное строительство важно. — Это лукавство. Потому что есть строительная отрасль. Она как таковая целиком, любое важно для населения. Мы строим завод, для населения это важно. Если мы не строим завод, население бедствует. — Но какие задачи были поставлены, по таким и отчитывались. — Что значит поставлена задача? Задачи были поставлены, чтобы развивать строительную отрасль. Потому что строительная отрасль, как таковая, кормит еще 13 смежных отраслей. — Так все-таки интересно… — И вот что получается. Да, понимаешь, если взять весь завод из всех цехов, согнать рабочих всех в один и выпустить, например, миллиард булавок и выполнить план по булавкам, в то время как все остальные цеха, которые выпускают станки, будут стоять. Зато мы отчитались по булавкам. Здесь есть лукавство. А по строительству, как отрасли, мы опять укатились вниз. У нас идет минус. — Ну так все-таки вопрос, Коль. — Почему не задают эти же вопросы? — А потому и не задают. А о чем спрашивать? Вот понимаешь, я думаю, что Валерий Туруло в этих цифрах осведомлен гораздо лучше, чем я. Он прекрасно знает реальную картину. Он прекрасно знает, что губернатор, выйдя на трибуну, не должен ее нам рассказывать. А мы не должны этого замечать. Это ритуал. — То есть… — А раз это ритуал… — Ты хочешь сказать, что обе стороны… — Обе стороны… — Все к этому… Так вот он делает вид, что он докладывает о работе правительства, а мы делаем вид, что мы, значит, это все воспринимаем всерьез. И поэтому вопросы сразу возникают не по теме доклада, потому что и тут и так все понятно, да? А по каким-то параллельным темам. Там, почему здесь так, почему здесь так, там… — Но о справедливости ради надо сказать, когда ты сказал, что Никита Юрьевич перешел на личности, а не стоило, что глава региона предложил обеим сторонам изменить стиль общения или формат сообщения. То есть он признал, что есть эта проблема, и в том числе… — Так, Светлана. — Мне так показалось. — Нет, нет, смотри. — Я цитирую тоже сейчас с сайта «Ньюсер», который описал, да, что происходило и какие были вопросы. Просто цитирую. То есть он вроде бы как показал и Валерию Николаевичу, и тем чиновникам, через которых там он не может пробиться, может быть, что нужно с двух сторон, чтобы было движение. — Валерий Николаевич не спрашивал, почему мои письма получают в ответ отписки. Он спрашивал, оперируя уже достаточно большим массивом данных, которые у него есть. Поэтому совет Никиты Юрьевича как бы получается адресован всем. Хотя, опять же, если вспомнить того мужика, у которого два с половиной килограммов, он пишет робко и не смело, да? Какой там стиль общения? Он боится власти, как не знаю чего. Он просто надеется до сих пор по старой своей памяти. Это житель улицы Некрасова. К сожалению, помню его фамилию, не помню имя отчества. Махнёв его, кстати, фамилия. Он не может куда уж дальше изменять стиль общения. Он подобострастен, как не знаю кто. И поэтому Никита Юрьевич ответил конкретно, опять же, Турулу. Хотя вопрос ставился не о письмах легендарного Турула и не о письмах, скажем, Антона Долгих. У нас есть фигуры, которые сами как бы свои фамилии вызывают заведомое отторжение. Хотя непонятно почему. Ведь опять же Турула говорит дело. Но все заранее почему-то понимают, что это что-то скандальное. Долгих, очень часто Антон говорит дело, но уже заранее как бы от него отторгаются, полагая, что не может он говорить дело. Он наверняка хамит. Хотя потом хоть засмотревшего. Нет там даже следа никакого хамства. И понимаешь, я почему говорю, что чиновнику вообще-то надо бы читать документ без оглядки на фамилию. Только в проблему. А кто пишет Турула, Долгих, Иванов, Петров или Махнёв, это не должно иметь значение. — Это может остаться на уровне пожелания или что-то может измениться? — Вполне возможно, что даже может быть и технологически это изменимо. Потому что есть такие варианты, когда вещи должны рассматриваться анонимно. Фамилия, имя, отчество прилагаются уже другим чиновникам при ответе, собственно говоря. Потому что иначе как? Иначе на самом деле получается так, что Турула оказывается в заведомо невыгодном положении. Как он не напиши, все все равно будут видеть в этом подвох. Вот опять же это, понимаешь, когда ты ждешь подвоха, ты его всегда найдешь. Вот там я просто из студенческой жизни помню, когда там люди возвращаются ночью за гулянки, всем устраивают какую-нибудь шкоду. Кому-нибудь там чё-нибудь, кому-нибудь чё-нибудь, кому-нибудь ножки там раскладушки свяжем, кому-нибудь бутылки по дороге поставим пустые, чтобы звенело. А кому-то ничего не сделаешь. Так он всю ночь будет искать подвох спать не ляжет. И все равно что-нибудь найдет. То же самое по отношению к Турула. Это несправедливо. И ответ Никиты Юрьевича, он был, к сожалению, адресован лично Валерию Николаевичу. А Валерий Николаевич спрашивал как бы вообще о проблеме как-то того. Еще тогда о депутатах, которые, видимо, вызывают подобные же чувства участия, может быть, правительственных чиновников. На пленарном заседании областного законодательного собрания депутаты ЛДПР решились на демарш из-за закона по капремонту. Напоминаю, что неоднократно от фракции ЛДПР Владислав Гукасов выступал за то, чтобы снизили плату за капремонт. Помните все, наверное, что депутаты несколько раз разбирали вопрос послать, не послать письмо высшему руководству о том, что надо бы что-то с этим сделать, потому что непосильная плата для населения нашей области, как считали эти депутаты. И вот здесь уже Владислав Гукасов поднимает этот вопрос, в очередной раз сказал, что если снова не проголосуют за эту инициативу, не должным образом ее рассмотрят, то они просто покинут в зал заседания. Таким образом, оставшуюся часть, в общем, саботировано было практически оставшиеся сейчас заседания, и вопросы не были рассмотрены, хотя и заслушаны те, которые следовали за капремонтом. Вот эта тема про капремонт кажется, что должна уже когда-то закончиться, а все никак не кончается. Сколько мы ее обсуждаем, постоянно что-то происходит, и никакого решения нет, кроме одного, что платить сейчас нужно, пока ничего не изменено, ибо это закон. Скажи мне, пожалуйста, имеет ли смысл вообще сейчас биться за то, чтобы что-то изменилось в этом законе, или за то, чтобы там снизили плату, или вообще за что-нибудь, потому что есть такое ощущение, что уже битва ради битвы происходит не у меня, а у ряда людей, которые обсуждают это в интернете, например. Ну, мне кажется, сейчас уже стало всем очевидно и понятно, что этот закон может быть либо изменен, либо отменен только решением политическим в самом верху, и от каких-либо писем местных депутатов это совершенно не зависит. То есть там ситуацию прекрасно понимают. Там вопрос такой, что понимаешь, в чем главная загвоздка, как, мне кажется, вообще принять этот закон, в том, что он вступил в противоречие с другим законам, о приватизации жилья в 1991 году, который возложил на государство обязательства все дома капитально отремонтировать, и только после этого уже как бы какие-то обязанности перекладывать на жильцов. Сейчас, так как тот закон 1991 года в этой части не исполнен абсолютно, тем не менее, вдруг возлагается обязанность на жильцов какая-то. Вот почему такое недоумение и возмущение. Ну, есть мнение, что да, в 1991 году закон был популистский, не обеспеченный деньгами, но тут опять же, позволь я процитирую. Вот, дело в том, что мы все-таки состоим пока в европейском сообществе и взятые на себе обязательства должны выполнять. Вот, и есть такая тема о том, что недостаточное финансирование не может быть оправдания для неисполнения государственных обязательств. И эта тема зафиксирована в декларации о правах человека основных свобод. То есть, получается замкнуть немножко округ. С одной стороны, получается так, что да, надо что-то делать с капитальным ремонтом. На самом деле, тревога есть определенная, потому что есть дома, которые могут завтра уже не стоять. Вот. С другой стороны, возникает вопрос, господи, кто-то все советское время платил, кто-то потом все время платил. Потом, значит, пообещали, что мы приватизируем, и нам будет жилье отремонтировано. То есть, получается так, что игра неравная. Государства свои обязательства не выполняют, а с нас выполнения требуют. Поэтому ничего удивительного нет, что народ бузит, и что, на самом деле, есть целые города, которые не платят это все. В России есть целые города, которые принципиально эти деньги не платят и ждут, когда решение будет либо изменено, либо отменено. Вот. И здесь опять-таки, понимаешь, вот я как человек такой более все-таки такой, ну, не знаю, не площадный такой, не митинговый, да, полагаю, что пока такое решение есть, его, безусловно, придется выполнять. То есть, так ли иначе, или год, или два, или пройдет тот же город никуда не денется, постепенно начнет его выполнять. Другое дело, что вот это вот бездействие, которое вокруг этого закона, то есть необъяснение того, что должно и как происходить, оно только усугубляет ситуацию. Здесь вот почему-то нет вот этой реакции со стороны тех, кто за это ответствует, за информационное как бы обеспечение этого закона. Потому что вот мы здесь даже, здесь же в студии беседовали с Улитиным, да, Сергеем. И… В дневном развороте. Да, в дневном развороте я прямо в прямом эфире начинаю узнавать от него вещи, которые просто, знаешь, хотя я всегда этим интересовался, но потом, как он говорит, он сам-то их узнал недавно, потому что вот он когда встал, там вот он написал какие-то письма, он получил какие-то ответы, и все не так, как нам кажется, да, и некоторые вещи очень даже в этом законе интересны. И если бы мы о них знали, ну, народ-то об этом не знает по очень и очень многим позициям. И вот эта часть совершенно провалена. Вот. Что касается вот этого вот депутатского демарша, ну, во-первых, что я должен сказать, понимаешь, вот, как говорят, поздно пить боржоми, когда почки отказали, да. Демаршировать надо было не сейчас, не под частным вопросом. Демаршировать надо было, когда Никита Юрьевич назначал своих одиннадцать заместителей. Вот почему тогда никто издал они вышли. То есть получается так, что депутаты из оппозиции совершенно спокойно создали ту самую машину для себя, которая будет их давить и не давать им принимать свои решения. Они за это все проголосовали, да. А теперь-то они чего хотят. Они избрали тех людей, которые будут проводить заранее обозначенную политику. Я не понимаю, сейчас смысл этих демарших частных. Поэтому тут я скорее присоединюсь вот к такому мнению, что это такой чисто пиар-ход все-таки. Это пиар-ход, потому что, ну, на самом деле, от того, что, ну, придет письмо от кировских депутатов Путину, оно, во-первых, придет, сама понимаешь, не Владимир Владимирович на стол, оно придет в канцелярию. Таких писем придет ему там от разных объединений общественных, там, в том числе от партии. Почему партия ЛДПР бы не обратился к Путину, да? Это могучая политическая сила. Вот. И таких придет еще и многое. И от этого ничего не изменится. И ставить вопрос так, что иначе мы уйдем и свои голоса вас к форуму лишим, вот по этому пункту, да, это немножко глупо. Но с другой стороны... Существенные вещи, по которым они почему-то из зала не выходят. Но с другой стороны, если в канцелярию Путина и придет достаточное количество писем, то что может измениться? Может что-то измениться, может быть. Но я думаю не из-за того, что придет очень много писем. Эти письма могут стать оправданием для изменения закона. Когда все-таки они там промеж собой прикинут, что, скажем, ситуация политическая складывается, там рейтинг падает или что-то еще. Тогда эти письма могут стать подспорьем. Да, пришло много писем. Но, извините, этих писем там уже горы лежат и никакой реакции попадают. То есть ситуация со сбором средств на капремонт может измениться только с изменением политической ситуации? Понимаешь, судя по тому, как принималось это решение, это чисто решение политическое все-таки. И пока политика ветер не переменится, будет здравствовать этот закон? Независимо от того, как его пока выполняют. То есть пока еще меры какие-то репрессивные, насколько знаю, не применяются. Но, и с другой стороны, что удивительно, вот я уже сказал, что и меры разъяснительные совершенно отсутствуют. В чем у нас большая проблема всегда? Да? Не находишь информационное? Да. Потому что получается очень странно. Вот закон его долго принимали, да? Долго как будто бы рассказывали. Но то, что о нем рассказывали, и то, что есть на самом деле, это оказывается две большие разницы. И не только в негативном смысле, но и в позитивном смысле. И в том, что папка бабушке сказала, знаешь, там. Или каким-то там опять же политическим выступлением депутатов, которые могут просто сказать, не платите и все, вам ничего не будет. Вот. Они не платят, не знают, почему они не платят. И наоборот, они не знают, почему они платят, да. За что это, как это будет выглядеть, когда это будет. Всем говорят, там это 40 лет пройдет до вашего ремонта. Ведь это тоже не совсем правда. Понимаешь, где-то на самом деле пройдет 40 лет. Но там, где пройдет 40 лет, там сейчас и можно заплатить и потом не платить. То есть очень много тонкостей. Тема длинная. Давай мы обсудим с тобой две кандидатуры, которые были единогласны 29 апреля. Здесь утверждены. Это кандидатура Романа Морозова и Натальи Медведевой. Напоминаю, что Наталья Мамедова, человек, который становится начальником департамента муниципальной собственности, а Роман Морозов займет пост заместителя главы администрации Кирова в сфере строительства как раз. Это другая должность или позиция, не знаю, как назвать. всегда вызывает пристальное внимание и депутатов, и нас, и жителей города, и области. И вообще, это такая... Эти должности такие почти расстрельные, на мой взгляд, что касается строительства, да, и что касается муниципальной собственности, особенно сейчас. Как считаешь, предложенные, одобренные депутатами единогласной кандидатуры, как вот ты их оцениваешь, что ты о них знаешь, и почему именно эти люди в данный момент были на эти должности выдвинуты? Ну, во-первых, я думаю, что раз уж мы, ну, условно говоря, априори доверяем главе администрации города, который у нас работает, хотя тут тоже уже, вот помнишь, как-то говорили, что давай подождем с оценками, да? Вот, тут уже появились-то, кстати, оценки его работы, я не знаю, ты следишь или нет, есть такой центр, такой российский рейтинг, они опубликовали очередной рейтинг мэров, и там наш... И где он в антирейтинге первый? Он там последний не в антирейтинге, он просто последний в рейтинге мэров, городов. Да, но там же выбирали между, сам понимаешь, каково назначить главой города? Ну, там есть свои эти моменты, неважно, там за год снилось четыре фамилии по Кирову, но никто пока еще так низко не падал. Ну, здесь понятно, это апрель, рейтинг по итогам апреля, апрель у нас связан был еще, если вспомнить начало, с сосульками, с падением с крыш, то есть наша власть городская прославилась негативно очень, поэтому тут понятно, почему, подождем дальше. Тем не менее, если мы на данный момент, у нас нет оснований не доверять главе администрации, то, соответственно, нет оснований не доверять его выбору. Если он выбирает этих людей, предлагает их, я полагаю, что депутаты могли ознакомиться довольно-таки подробно с персональными делами этих людей, и если они за них проголосовали, то они как бы поддержали его в этом плане господина Перескокова. Поэтому я могу лишь оперировать чем? Во-первых, фамилии относительно новые, скажем так. Да. Фамилии относительно новые. Если говорить о том, что мы выступаем за то, чтобы новые люди какие-то появились во власти, то это, безусловно, положительно. Появились фамилии, как бы не засвеченные в каких-то пока обоймах. Возможно, как раз формируется новая такая обойма, вот такая Перескоковская. Но мы ее увидим. Возможно ли действительно формируется? Ты чувствуешь уже это? Ну, в принципе, конечно, если человек пришел руководить городом всерьез и надолго, то, безусловно, он должен формировать команду, которой он доверяет. Это очень важно. Ну, я думаю, это не стоит объяснять. Насколько это и как развернется для города, мы этого пока сказать не можем. Потому что, вот, судя по биографиям, да, вот что у Натальи Мамедовой, да, то есть человек из прокуратуры. Да. Ну, безусловно, человек из прокуратуры всегда хорошо. Он законы как бы знает. Ну, или также точно знает, где в этих законах есть зияющие дыры, что, опять же, для человека, который должность исполняет такого рода, да, как ты правильно сказал, расстрельную. Это очень важно знать, потому что решение, которое принимает городская власть, а решение принимает городской власти. Их надо всегда каким-то образом согласовывать с законом. Что касается вот нашего второго, да, Морозова, да, я забыл как ушло. Роман Морозов. Да, вот. Извините, Роман Морозов, пока еще не привыкли. Мы, что в следующий раз уже будем говорить наизусть. Ну, вот. То, по крайней мере, там видно, что, да, у него, он уже с Перескоком хорошо знаком, потому что он занимался как раз вопросами обеспечения вот, в том числе, реформы образования, там, с шестого, по-моему, по десятый год, как раз время, в принципе, этой самой, как у нас был, нацпроект образования, да. Вот. Он занимался как раз технической частью этого проекта, поэтому я думаю, что они с Перескоковым очень плотно общались по этой части. Вот. Я думаю, они друга хорошо знают. И поэтому, вот здесь очень важно, да, то, чтобы они хорошо друга знали, чтобы не было недосказанности. Это удобно для работы. Но, опять же, для их работы удобно, а чем это обернется для города, пока судить невозможно. И это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Через две минуты, после небольшого перерыва, вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня свое особое мнение высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Николай Голиков. Я как-то быстро привыкла к твоей новой должности. Ты знаешь, даже страшно. Мне не страшно, тем более, что это как бы моя новая старая должность, я просто к ней вернулся. Ничего страшного. Я тебя в той должности еще и не знала, Даша. Мы с тобой знакомы не были. Продолжаем разговоры про наших депутатов и чиновников, которые возглавляют администрации или депутатов, которые возглавляют Думу. Мы говорим о законе о двоевластии, которое сейчас вроде как будет ликвидировано. Вот веришь ты в то, что принятием этого закона то самое двоевластие, например, в городе Кирове ликвидировано будет? Было ли у нас двоевластие, и кто, в конце концов, у нас мэр? Дело в том, что этот вот закон, который приняли, он двоевластие, безусловно, ликвидирует, но заодно он еще ликвидирует институт выборности глав муниципальных образований. И это для меня гораздо более неприятная новость, чем приятнее, вот так, чем приятна эта новость ликвидации двоевластия. Потому что, вот, опять же, сошлюсь на Европу, да, не забывай, я в свое время подписал эту хартию, да, я даже прочитаю название. Вот хартия местного самоуправления, согласно которому все государства, которые подписались, да, они обязались свято плюсти административную, финансовую, политическую независимость муниципальных образований. Что это за независимость муниципального образования, когда главу его назначает комиссия, половину которой состоит приспехи государственной власти. То есть это абсолютно наглое вторжение вот на эту территорию, причем опасное вторжение, потому что лица, которые, государства, которые не соблюдают эту хартию, они каким-то образом выпадают абсолютно из Европы, то есть так нельзя. Не знаю, насколько это согласуется. Поэтому это меня очень тревожит. А что касательно двоевластия, да, таким образом оно как бы ликвидируется. И это на самом деле хорошо, да, то есть и с точки зрения экономии, и с точки зрения понимания ответственности. Вот я говорю, что у нас мэр, да, вот когда у нас вот это вот вступит в закон, даже несмотря на то, что этот мэр будет там назначен совершенно противным мне способом, тем не менее это будет один человек, и будет понятно, кто за что в районе отвечает. А отвечать в районе будет за все он. Потому что сейчас у нас, мы уже как-то об этом говорили, да, у нас есть глава города. – Давай мы с тобой все-таки на примере города Кирова людям ружуём, что это такое, я уверена, что не все понимают. Вот в городе Кирове будут выборы в следующем году, да? – Вот в Кирове, понимаешь, Киров попал, как я понял, в список из трёх населённых пунктов, где будут немножко по-другому условно. – Из числа депутатов местных, дум, но… – Опять же момент такой, что один из депутатов, которых мы будем избирать в думе, он ведь станет главой города. Поэтому люди, которые будут за него голосовать, как за депутата… – Даже знают, что возможно его уже сейчас проводят в главу города. – Получается обман опять же населения. То есть кто-то из них будет планироваться в главы города голосовать за своего депутата, он его лишится сразу. Это не есть правильное, им придётся голосовать снова за кого-то другого. – То есть надо было ввести туда пунктик, чтобы во время предвыборной кампании они говорили чётко, будешь баллотироваться или не будешь баллотировать. – Нет, не пойму главы города. – Всё равно всем понятно, что какая бы ни была дума, по одному из округов обязательно пройдёт тот человек, которого областная власть видит в лице, в лице которого областная власть видит будущего главу города. И мне кажется, каким-то образом до населения нужно это довести, что вы играете, ребята, в холостую, то есть вы не выбираете себе депутата. Вы выбираете главу города и всем остальным. Это, конечно, большая ответственность, но вы остаетесь без своего представителя в городской, так сказать, Думе. Это во-первых. Но не суть. Получается, что дальше принцип тот же, который был. То есть у нас из числа депутатов один из депутатов становится главой города. – Думы. – Думы. При этом он теряет статус депутата и становится одновременно главой администрации города. – Ещё раз. Вот у Думы будет человек, председатель, который её возглавляет, да? – Это отдельный будет. – Это отдельный будет персонаж. – Это может, например… – Это как и было у нас. – Владимир Васильевич Быков. – Ну, давай не будем называть фамилии. Может, Владимир Васильевич Быков как раз и станет главой администрации. – Станет главой города. Мы посмотрим. Опять же, смотри, в 16-м году выборы скоро. Всегда будет понятно. – А куда единицы перескока? – А почему бы ему не избраться по одному из округов и не стать депутатом городской думы и потом не стать главой города? То есть мы пока не знаем ещё, куда маятник склонится. Я просто говорю, как это будет? То есть вот кто-то из депутатов… – А что как-то изменится коммуникация между нынешним главой думы и нынешним главой администрации? – Да, да. Потому что глава думы… Вот как у нас коммуникация между Никитой Белых и Алексеем Ивониновым. Мы же не видим двоевластия в их лице. – Да. – То же самое будет и здесь. – Не видим. – У нас будет глава города, который будет, как и губернатор, полностью отвечать за всё в том, не только за политику города, как сейчас. Определять политику и быть лицом города. А также ещё заниматься административно-хозяйственной деятельностью и нести ответственность за результат. То есть человек, который будет из этого числа депутатов выдвинуть главы города, он станет руководить административной работой. – А как ты считаешь, Владимир Васильевич Быков пойдёт на эти выборы с прицелом стать главой города? – Ты знаешь, ведь браки совершаются на небесах. – Да ладно? – Я думаю, что Владимир Васильевич Быков наверняка пойдёт на данный момент. Если спроси Владимира Васильевича, почему же не пойти-то? Ему работа знакомая, не первый год уже, так сказать, в рядах. Но ведь опять же, так как фигура останется всего одна, то ещё не факт, что это будет именно Владимир Васильевич. – А Перескоков? – Вот я почему и говорю, а почему нет? Перескоков – явная креатура нынешней областной власти. И весь этот закон, который приняли, направлен только на одно, чтобы муниципалитеты вписать в вертикаль власти. Что не должно было быть, но что делать? – Если ты называешь Перескокова явной креатурой нашей региональной власти, то Владимира Васильевича Быкова очень многие тут называли в этой студии явной креатурой олигархических групп нашего региона. Что это значит? Может в следующем году у нас ожидать борьба? – Понимаешь, такого рода борьба, как она у нас на уровне области происходит. То есть, условно говоря, законодательное собрание в большинстве своём контролируется теми самыми олигархическими группами. Но при этом все эти олигархические группы никуда не денутся, они живут с этим губернатором и они обязаны с ним договариваться о чём-то и вести, и играть по-честному, по правилам. – Меня что интересует? – То же самое будет и здесь. – Если олигархические группы приписывали им заслугу того, что они сформировали, например, нашу городскую думу и в своих интересах используют её, и как-то вставляют палки в колёса и не пускают губернатора вообще в город, губернатор не имеет большого здесь влияния, а это звучало у нас в эфирах, неоднократно об этом тоже писали, то вот сейчас, когда прошёл уже второй срок у Никиты Юрьевича и мы знаем также… – Он не прошёл, он только начался ещё. – Да, прошёл первый срок, начался второй срок у Никиты Юрьевича, и мы видим его регулярно с теми самыми олигархами там и сям обсуждающего вопроса. Может ли как-то измениться обстановка или всё-таки борьба будет острой за город? И будет ли эта борьба? – Борьба она, безусловно, будет. Это было уже потому, что я помню прекрасно начало века, когда также точно был мэр города, который руководил в этой администрации и был глава Думы, который руководил, председатель Думы, который руководил Думу. И когда вот, если помнишь, может быть был такой очень острый энергетический конфликт, когда энергетики требовали у города рассчитаться там за поста для того, чтобы туда было. Город, там, прикорывался, какие-то свои условия энергетикам, какие-то свои требования и так далее. То тогда Дума конфронтировала, очень сильно вступила в конференцию с мэром, то есть, условно говоря, она заняла стороны энергетических компаний. Не знаю, сколько и кому это стоило, так или иначе. И был очень сильный, явный конфликт. То же самое вполне вероятно здесь. Почему нет? Почему, условно говоря, мы говорим об условных очень людях, которым даем вот эти фамилии, да, Перескоков, почему бы не стать ему мэром? Он вполне устраивает себе нашу областную власть, как бы вертикаль восстанавливается, люди все хорошо знакомые, знают, что друг от друга ждать. А опять же в Думе, вполне возможно, большинство займет, что та же олигархическая группа, и Владимир Васильевич будет председателем Думы. И то же самое, как сейчас, в каких-то вопросах они будут действовать сообща. Но если эти вопросы будут таким-то образом ущемлять интересы наших уважаемых олигархов, то, возможно, конфликты, которые надо будет решать. То есть, по сути, может ничего и не измениться, да? По сути, может ничего не измениться, просто, условно говоря, да, вот как бы ответственность города перед областью возникнет прямая, потому что здесь вот это назначение происходит, да, и, естественно, шевелиться придется вот как бы главе, мэру тогда уже, мэру города, да, ну, несколько более серьезно, чем сейчас, потому что он будет как бы, с одной стороны, у него будет его руководство в лице областного, с другой стороны, будет Дума, с которой тоже надо поддерживать какой-то контакт. В идеальном варианте, конечно, если наш любимый Северный дом активизируется под выборы, хорошо их проведет, и своих людей просто посадят в город Думы, тогда вообще проблем не будет. Тогда вообще не будет, можно сказать, город-администрации, будет еще один отдел областной администрации, который отвечает за город. Вот, у меня еще было подготовлено несколько вопросов, которые мы теперь уже, понятно, не успеваем с тобой обсудить. Давай немножечко тогда от наших местных вопросов перейдем там, да, к общемировым, что ли, теперь не знаю, как это назвать. Я обращаюсь к тем самым байкерам, которые пытаются двигаться колонной, кто более густой, то более редкой, по странам Европейского Союза, продвигаясь к Берлину, встречая на своем пути разного рода препятствия с благородной, как они считают, миссией «Марш Победы», можно сказать, да, в память, собственно говоря, этой самой Победы. Скажи мне, пожалуйста, как ты к этой всей истории относишься? Интересно тебе? Смешно тебе? Считаешь ли ты это важным, наоборот? И чего здесь больше, патриотизма или пиара? Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что когда всевозможные и политические, и околополитические силы начинают в своих целях использовать такие вещи, как «День Победы», это, извини за выражение, подло. Люди, которые едут в Европу, прекрасно знают, что их там ждет, все заранее известно, тем не менее, едут, они нарочно совершают, идут на провокацию, да, и они создают свой пиар, вот такой грязный пиар на Дне Победы. Зачем это нужно? Как будто бы заранее было неизвестно, что их здесь пустят, там не пустят, там проверят, там не проверят, да? Это все можно было прочитать заранее, исходя из тех документов, которые есть между нами и какими-то еще странами. Есть определенные правила въезда, выезда, там визовый режим и безвизовый и так далее. Поэтому Победа здесь пришита белыми нитками, и, к сожалению, я с какой-то сбрезгливостью к этой истории отношусь. Мне кажется, что вот нельзя такими вещами, нельзя грязными руками брать такие святые вещи. Я вот сейчас вспоминаю, буквально сегодня перебирала бумаги, честно говоря, выбрасывала, и сейчас только вспоминаю своего стола, что я просматривала очередной раз программу праздничных мероприятий, с Министерством Победы посвященных, и у нас тоже был мотопробег внесен в эту программу, только не знаю, касался ли он нашего байк-клуба или нет, или что-то это другое совершенно. Но пока я не слышала от байкеров... Еще плохого, мотопробеги нет, понимаешь? Пожалуйста, мы в своей стране празднуем День Победы, ребята, ну, в чужой монастырь со своим уставом. А что, собственно, плохого-то? Что мы празднуем? Нет, что плохого, в том, что байкеры решили... Еще плохого, а то, что мы идем на заведомые провокации, на скандалы, это же заведомые скандалы и провокации. И они ведь основаны не на том, что байкеров не пустили, а на том, что байкеров к Дню Победы не пустили, понимаешь? Вот так пришивается вот такая вещь. Ну, тогда скажи мне, пожалуйста, все-таки Москва поддерживает этих байкеров, потому что буквально недавнее сообщение, Москва требует от Берлина объяснений по поводу запрета на въезд на территорию Германии трем представителями из региональной общественной организации «Русские музоциклисты». А они тогда что, не понимают, что это провокация? Ну, мне кажется, у нас сейчас в большой политике слово «патриотизм» трактуется очень широко. В том числе, мне кажется, вот такого рода вещи, они скорее отталкивают людей от слова «патриотизм». Потому что, ну, мы живем в некоем устоявшемся мире, с границами, с законами других государств, так бы они нравились, либо не нравились. У нас праздник, приезжайте к нам и празднуйте вместе с нами. Если вы этот праздник не празднуете, это ваше дело. Мы к вам можем относиться как угодно, но мы не можем навязать вам это. Так, это другая страна, другие правила. Для тебя это важный праздник? Да, безусловно, я же советский человек. Большую часть жизни я прозвал в Советском Союзе. Особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Светлана Занько, прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания.